Январь вступил в свои законные права, а это значит, что пришло время разобраться, какие же премьеры среди российских сериалов. Нас ожидают в первый месяц нового года. Я не привыкла, что по-моему, мне так заботиться. На платформе «Смотрим» 1 января состоялась долгожданная премьера финального 10 сезона сериала «Склифосовский». Новый сезон медицинской драмы о буднях врачей главного института скорой помощи готовит главным героям новые испытания и большие перемены. Врачи НИИ «Склифосовского» продолжают бороться за жизни людей, строить личное счастье в перерывах между операциями и даже отмечать профессиональные праздники. Зав. Отделением Ирина Павловна после страшного ДТП попадает в «Склиф» как пациент. Коллеги-врачи готовы пойти на все, чтобы ее спасти, но это оказывается непростой задачей. Сможет ли возлюбленный Павловой пластический хирург Кривицкий справиться с трудностями? В семейной жизни хирурга Олега Брагина и Марины царит настоящая идиллия. Кажется, их счастье ничто не может омрачить, и даже влюбленная в Брагина бывшая начальница Аспиранская. Впрочем, насчет Олега у нее могут быть совсем другие планы, а вот травматолог Куликов снова одинок. А разочаровавшийся в любви Нине улыбнется наконец удача. Ее союз с бизнесменом Владимиром кажется совсем не похожим на ее прошлые романы, но дети Владимира не в восторге от девушки-папы. Саше с Костей придется во многом пересмотреть свою жизнь и найти новый смысл, а доктору Хромову пристальнее следить за своим здоровьем, которое не без причины беспокоит его близких. В коридорах с Клиффа новые лица. Хирург Волошин, сосудистый хирург Майя, врач-ординатор Эльчин и санитар Алексей, сын Кривицкого. Волошин уверен, что операции должны проходить согласно четким инструкциям, без всяких импровизаций Брагина. Но какие бы страсти не вспыхивали между коллегами, перед лицом катастрофы они всегда готовы объединиться. Тем более, если в беду попали дети. Лично я успел уже посмотреть несколько серий нового сезона. И поверьте, оно того стоит. Ну а мы продолжаем. Убиты три женщины, каждая из которых была чьей-то матерью, сестрой, дочерью. Поговаривают, что в январе также состоится премьера исторического детективного сериала из 20 серий под названием «Бессонов». Молодой человек из знатного дворянского рода Бессоновых, Николай, волею случая и по велению сердца становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно. Или шепотный чиновник Петр Романович Щукин видит в молодом человеке будущую звезду сыска. Вдвоем они пытаются раскрыть целую цепь загадочных и опасных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в гудуаре светской львице. Я знаю, что сейчас для всех нас не самое простое время, поэтому любые сбережения будут приятны. Все очень просто. Вы можете оформить карту тиньков и получить бесплатное обслуживание навсегда. Это экономия от 99 рублей в месяц. Еще доступ к повышенному кэшбэку 15% на 4 из 7 категорий каждый месяц. А по эксклюзивному предложению вы можете получить кэшбэк даже до 30%. Кстати, если регулярно платить одной картой, то на кэшбэке можно неплохо заработать. Хочу сказать я вам, каждый месяц лично я хожу в кафе, оплачиваю такси деньгами, которые вернулись к кэшбэкам. Если оформить карту по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда. Для активации просто нужно потратить 300 рублей. Вам приятно и мне приятно. Ссылка в описании. Также в скором времени нас ожидает премьера восьмисерийной драмы «Фаина» из восьми эпизодов. По сюжету которой, несмотря на запрет родителей, 20-летняя Фаина Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, но Фаину это мало волнует. Тем более, что в ее жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют. Каждый маломальский успех сменяет серьезная жизненная драма, революция, потом война и всякий раз нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение. Это история о вере в себя, преодолении страхов и неотступном следовании за мечтой. История полная падений и взлетов, большой любви, больших потерь. Такой Фаину Раневскую никто еще не знает. 2 января платформа Кинопоиск представит на суд зрителей восьмисерийную драму под названием «Хэдшот». Это история об обычном подростке-геймере-любителе, старшеклассник Денис из Гой и жертва буллинга в школе. Когда жизнь становится совсем уж невыносимой, на помощь приходит его собственный аватар из компьютерной игры. Он помогает герою обрести уверенность в себе, но методы вымышленного друга довольно сомнительны, а его советы чаще всего неэтичны. Жизнь героя резко меняется, когда тот попадает в мир профессионального киберспорта. Первые деньги, новые знакомства и шанс добиться внимания девушки, о которой он раньше даже не мечтал. Ну и еще одна яркая премьера января от платформы Кион. Это уже четвертый сезон мелодрамы «Тест на беременность», который выйдет в свет 4 января. В центре сюжета, напомню, Наталья Бахметьева, которая сталкивается с новыми вызовами судьбы, пытаясь найти ответ на вопрос, что для нее важнее – помогать людям или видеть, как растет сын и радоваться совместным минутам рядом с любимым мужчиной. И можно ли это совместить? Встретив Валентины, Наталье кажется, что это шанс прожить новую жизнь. Но насколько это вообще возможно? Быть хорошей во всем. В четвертом сезоне героиня постарается, наконец, ответить для себя на этот вопрос и выбрать свой жизненный путь. А на этом сегодня все, друзья. Благодарю вас за просмотр и призываю, наконец, подписаться на мой канал. Ведь по-прежнему весьма значимый процент аудитории смотрит контент без подписки. Давайте это уже исправим в 2023 году. И, конечно же, берегите себя в наше непростое время. Всем удачи и всем пока, дорогие зрители. Субтитры сделал DimaTorzok